Самая ужасная серия смешариков, дубль 1. Куси меня пчела, чё за хиня отвалится? О, привет, Крош, что с тобой? Не знаю, морковки объелся, хорошее или как? Лучше бы мед ел, от него не потолстею. Но это не точно. Пин, там кто-то мой дом подпалил. Это не ты случайно своими там ракетами залетел куда-то? Какой я? Я вообще шоколадок объелся. Сижу здесь весь день. Какой за ладей тогда мой дом спалил? Оператор, ты случайно не знаешь, кто это сделал? Ну так это я спецэффектами заиграл всем. После этого оператора больше не видели. Всем привет, с вами я, Олгеймс, и сегодня будет битва строителей на тему смешарики. А суть битвы строителей заключается в том, что я говорю подписчикам, что они должны построить, и они это строят за 2 часа. И последнее, что я хочу сказать, давайте вместе наберем 1000 лайков под этим видео, чтобы я понял, что вам нравится эта рубрика. Ладно, начинаем. И как всегда, мы начинаем с традиционного салюта. Готовы? Три, два... Почему не готов? Погнали! Все, вы можете начинать строить. Ура! Я буду проверять ваш прогресс каждые 10 минут, что у вас изменилось по стройке. Вот и прошли первые 10 минут, и я начинаю смотреть, что у вас получается. Привет, Бабфтер! Первый, кого я буду смотреть, это Бабфтер. Бабфтер строит Кроша. Как всегда, как это бывает у смешариков, тут вот такая сфера. И я думаю, он ее только в 10 минут делал. Немножко кривая, правда, ну ладно. И сделал две лапки. Но за 10 минут, я думаю, больше ее построить не успел бы даже. Ладно, я пойду, наверное, дальше. А Могус, ой. У него есть черная сфера. Кто такой черный, интересно, в смешариках? И красные ноги. Пин, он не говорил, что Пина будет делать. Там надо, смотри. Я тебе дам совет. Там некоторые части у него белые на этой сфере. Их надо будет в белый покрасить вместо черного. Тогда красиво будет. Ладно, я пойду дальше. Пин, Крош у нас уже есть. Дальше у нас что? Дальше у нас будет Фараон Пират Первый. Что ты сделаешь? Я не включу тебе микрофон. Ой, Паришат, давай я лучше микрофон включу. Пират? Нет. Одно лучше, не надо было. Лучше нет. У пирата тоже маленькая сфера. А кто это будет? Копатыч пишет. Все, он написал Копатыч. Как всегда у меня будет все это крашено. А кто это? Ладно, Крош. У нас уже будет два Кроша. Один маленький, другой большой. А кстати, там в одном мульчике этот был. Маленький Крош. Можно, чтобы был маленький Крош и большой Крош. Ладно, это были все команды. Я чему? Ладно, ухожу. Какое бедно вообще-то. Прошли следующие 10 минут. Уже, в общем, прошло 20 минут. И я начинаю смотреть с баб в тиран. Нет, загрузи. Давай. За 20 минут я сделаю. Нет, загрузи. Тогда я использую фотку, потому что я успел заскринить. Ну ладно. У тебя были лапки, теперь на них есть вот такие вот полосочки. Ну, типа, раздерение на пальцы, типа того. Также добавились вот такие уши. Одно длинное, другое короткое. Ну, и вот такие еще руки. Ну, это пока что все. Сейчас мы идем к Амогусу, который строит Пина. Так, я вижу, что я уже тут белый цвет начал красить, да? Полубелый, получерный шарик у тебя получается. А, вот так вот у тебя перед, да? Я это еще немножко перепутал. И вот такие вот пина ножки. Тут очень много я вижу деталей, наклонностей. Сейчас я пришел к фараону-пирату первому, который строит Каркарыча. Он начинает делать первое ушко. Вот такое у него ушко. Я не знаю, что тут говорить про это ушко. Одно ушко уже есть, но это уже похоже на него. Сейчас еще второе поставишь, кепку, и он уже готов. То есть, этот, его шапочку. Так, я пойду к следующей команде. Последняя команда с фотиком. Чего у тебя за ник? Report Me I Want Ban. Меня сломали. Report Me I Want Ban. Крутой у тебя, ник. Что у тебя тут за маленький крош получается? Вот такие вот у него ножки. Можно будет посмотреть потом, какой крош лучше. Тот гигантский, который в черной команде, или твой. Такие вот у него маленькие ножки красивые. Совсем другие, не просто такие приплюснутые. Вот такие вот ботиночки. Вот такие у него руки. Красивые. Но это пока что все. Ладно, я пойду вернусь через 10 минут снова. Прошли 10 минут, я начинаю смотреть, что за постройки получаются. Первый, с кого я начну, будет Бабсер. Я тут понял, ко мне, к моему приходу, тут уже все подготовили. Огромные стены. Опасно не заходить, не нажимать, не нажимать на кнопку, а ухо особенно. Ну, а значит надо нажать. Ладно, опять купил все, ладно. Может откроешь все-таки дверь? О, спасибо. А ты что, на кнопку не нажал ухо? Я нажал и взорвался. За 10 минут тут добавился огромный нос, как у клоуна. И такие вот глаза. Такое вот лицо, и сам крош вот так вот выглядит. Так, следующая команда, к которой я зайду, будет Амогусом. Чего? Внимание! Кто посмотрит на это, тот будет заикаться 10 лет. Я иду. Блин, такие стены. И зачем ты их сейчас, короче, сделал? Вот это у тебя пин. Вот такие вот получились у него в итоге ноги. На них очень много наклонов. Один такой сложной формы. Вот такие вот у него странные глаза. Маленькие такие. И вот такие огромные брови. Да, глаза надо чуть-чуть побольше все-таки. У меня глаза. Чего ты глазами творишь? Летающие глаза, это вообще что такое? О, вот у него самый крутой крош получается. Неправда. Ну ладно. А где глаза? А, тут. Почему-то я думал, что глаза тут будут. Ну ладно. Вот такие в итоге получились руки вот здесь. Кстати, их можно кругом сделать, наверное, красиво тоже будет. И сейчас он делает глаза. Кстати, у него красивые получаются. Потому что это не просто будет круг, а вот такой вот вытянутый немножечко. Прошли еще одни 10 минут. В общем, уже прошло 40 минут к деду. И сейчас мы начинаем смотреть с фотика, как обычно. О, вот тут. Красный кнопок нету. Откройте. Так ты сам это, открой. Мышкой. Мышкой? Как мышкой? Да. О, и сразу постройки. Э, непон. Короче, ладно. Начинаем смотреть, что тут за крош у тебя получается. Хм, если честно, если вот так посмотреть, то кажется, что ничего не изменилось. Но сразу понятно, если присмотреться, то вот эти руки ты точно поменял. Они были такие же, как ноги, но теперь ты сделал новую окружность, новую форму и все новое для этих рук. Типа, заменил руки, сделал более красивыми, да? Да. Ладно, я, наверное, тогда пойду в следующую команду. Дальше у нас Амогус. Амогус. Я там пока что шапочку делаю. С пином. Смотрите, в чем твоя проблема. Его глаза должны быть больше. То есть не сами глаза, а именно зрачки вот эти, черные. Ну да, я хотела их исправить. Да ну, хотел. Я подумал, что не исправлю их, когда сделаю шапку. Ладно, тогда делаю шапку. Сначала, получается, делаю шапку, а потом сделаешь нормальные глаза. Ну, кажется, я понял. У тебя сейчас с шапкой много проблем, да? И это были все команды за эти 10 минут. И я иду свою команду отдыхать. Ладно. Че я всегда иди, давай? Можем с тобой, я устал. Прошли еще одни 10 минут. И сейчас я начинаю смотреть, что у нас получается у участника. Как обычно, первые бабы в терм. Привет. Что за неоновая дверь? Давай, давай, давай. И что, я в ход попал? В ход не тут. В ход не тут. В ходе сразу. Куда я пришел? Ладно, иди. Ты пришел ко мне. О, это что за флажок? Рот, который растерился. Это зубы. У бабов-тира ничего не изменилось. Я рот вообще застроил. Кроме рта. Так. Вот такие вот зубы. А почему они синие, полусиние? А это обводка. Там у него обводка есть. Черным лучше сделай. Ну ладно, я пойду дальше. Дальше у нас Амугус со своим пином. О, кнопка. Ладно. Что у нас изменилось у пина? Ну сейчас сам пин не изменился. Потому что он делает шапку пина. Это что было? А как мы знаем, шапку пина сделать очень сложно. Потому что там и всякие завороты, и всякие штуки, и всякие очки, и вообще там много чего. Подойди, тебе впритык к кнопке. Все, я уже нажал. Ах, что испортил? Ладно, продолжает он делать шапку, а мне лучше отсюда бежать, а то он что-то этот. Дальше у нас будет фотик, у которого есть мини-крошек. Он мне очень нравится. Может реально будет такой мини-крошек, прикольно будет. Надпись, а надписи нету. А, надписи нету. Получается, что ты сделал? Ты полностью доделал глаза, но он сейчас похож на Херабрина. Да. И сейчас ты ему делаешь типа рот или вот этот маленький его носик. Ладно. Знаешь, если убрать вот этот носик, то знаешь, на кого похоже на этого? Эээ, из Майнкрафта. Такой новый моб, который там летает, и типа, которого в тюрьму садил. Только, да, только в виде этого, в виде смешарика, если бы он был. Действительно. Действительно. Это были все постройки за эти 10 минут, и мы снова вернемся через 10 минут. Прошли 10 минут. Уже в сумме прошел целый час, и я начинаю смотреть, что у вас тут получается. Смотреть кроша, рай для уха. Ммм. Крутые загадки, но я начну... Стоп. Короче, туда пока не зайдем. Пойдем сначала смотреть крошу. Потому что так надо. Так. Крош у нас... Эээ... Ты делал эти 10 минут, только рот и только рот. Хотя, мне кажется, что он немножко странный все-таки. Нормально. Не хочешь его переделать? Нет. Что-то он какой-то слишком жить нерадостный. Эй, офигел? Ладно, пошли еще там подготовим, блин, за вторую комнатку. Рай для уха. Погнали. О! Кнопочки? Что-то фигово как-то все, мне не нравится, я ухожу. Все, я пошел к фотику, у которого мини-крошек получается красивенький. Правда, глаза немножко косые, мне кажется. Да, нормальные. Ну, сейчас ты его доделаешь, а то там какой-то один глаз полный, другой нет. Другой вот крошек, ты все это время делал носик, зубки и... ну, типа, и еще зрачки. Мне пока что твой персонаж больше всего нравится, если честно. Красивый, маленький. Ну, ладно, я пойду дальше. О, кстати, ты это правильно сделал, что вот так оставил палку. Следующий, кому я пойду, будет Амулс. Садись сюда, пожалуйста. Куда? Садитесь сюда. Все что-то подозрительное все делают. И что? Ай! Вот, блин, одни ловушки. Вот так вот ты изменил немножко глаза, сделал чуть-чуть побольше. Хотя мне кажется, что они все равно немножечко странные. Я бы тоже, что я делала, я бы снова переделала. И вот такая вот в итоге получилась шапочка пина. Вот у нее стеклышки. Что-то мне кажется, она тоже немножко маленькая для пина. Ладно, посмотрим, когда поставишь. А давай мне ее оденем на голову, как идея. О, что ты делаешь? Викенкух. Хотел стать пином, стал убежать. Ааа, и съел меня крош. Я не понял, крош. Не понял. Я тебя сожрал. Я тебя сожрал просто. Меня крош съел. Отпусти. Прям через рот съел. Я съел пином. У, бежит отсюда. Я пошел к пирату, потому что про него я постоянно забываю. Я всегда. У него очень красивые глаза получаются. Сейчас мы посмотрим, что у него изменилось. Вот что получается у пирата. Он добавил зрачки. И почему он такой грустный у тебя? Ну, у тебя лицо, да, вообще, такое реалистичное получилось. Ну, оно кривое, но если издалека, смотри. Да. Да это... Ха-ха-ха. Это что? Такой, Вася, иди гуляй. Что-то против моего кроша. Не на... Блин, я полетел куда-то. А я вернулся, я еще... Блин, я перевернулся. Вернулся и перевернулся. Это были все команды за один час, получается. И впереди еще целый час у вас. Продолжайте стройки. Так, начинаем смотреть, что у нас за результат на одном часу 10 минут, да, уже? Так, первый у нас будет Бабфтер. Где твоя постройка? Я добавил, что можно было сидеть на руках. Да? Ой. Так много за 10 минут? Много, да. Вот, дальше я добавил, что он тебя мог сожрать. Можно в рот залезть. Так ты меня уже один раз сожрал без функции этой. А вот как можно? А вот да. Теперь я буду им управлять. Ой. Зачем? Что ты наделаешь? Я с тобой сожрел. Залезай на руку давай. Пытаюсь. Иди в ротик, залезай. Пытаюсь, подожди. О, все, я во рту, я тут с тобой. Съели бедного Бабу вчера. Вот так он может перемещаться. А где анимация рук-ног? А, нету-то. Не понял. А что, надо, надо? Сделаешь? А, давай-да-да, доделывай. И можешь сказать, что у тебя этот, он уже полной боевой готовности. Он может бегать, кушать. А почему не морковку, а именно? Ладно, сейчас я иду тогда к следующему, то есть фотку. Вот обычный, да, кровь? Да. Вот так вот он сожрал. Офигеть! Вот ты меня послушал, молодец. Сделал то, что я сказал. И именно так, как я хотел, как я говорил. Правильно. Покажи, 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 что он сделал. Тебе нельзя смотреть. Ты успел сделать уши и прекрасную анимацию разговора. Обычный крош. Опа. Не крош, а с артом. Главное, смотрите, какой он красивый. Какие у него детали. Какой у него рот. Какие у него глаза. Какой он красивый. Какой он ровный. Бабфтер. Как ты мог? Ну, что мне делать? Мне что переделывать? Анимацию ходьбы делай. Следующий у нас Амогус. Который в прошлый раз там все взрывал. Вроде бы. Давай смотреть твоего пина уже. Ты начал делать его клюв. Он что, такой будет? Как пингвин, блин. Хотя пины есть пингвин. Тогда похоже. Также имеются вот такие вот ручки у него. Такая вот шапочка. Но ты ее уже до этого делал. Получается, за эти 10 минут ты сделал такие вот руки. И вот такой вот пингвинный нос. Ладно, я пойду, наверное, в следующую команду. Смотрим, что там у нас получается. Злой медведь атакует. Почему у него в глазу синее? Он плакал, потому что. Одним глазом. Плакал и этот. Это врачи. А у него будут руки двигаться? Да. Махать пчелу сбивать. Или фараонов пиратов. Вот так лопату возьмет и по голове бах, иди копай. А ты его нога, да? Да, это его нога. Крутая, блин, нога. Плакал на руку просто. Еще я ему усы такие хочу прилепить. Ту-ду. Зачем? Ладно. Это были все команды за первый час 10 минут, как я помню. И мы возвращаемся через 10 минут. Это уже час 20 минут сейчас. А, час 20 минут уже прошло. И вот прошли полтора часа. И мы начинаем снова с Бабфтера, как это и бывает обычно. Который полностью решил заняться механизмами. Во-первых, это механизм рта. Так как он вдохновился у Фотика, когда увидел, как у него там рот двигался, он решил сделать то-же такой же. Также он начинает делать механизмы для самого Кроша. Вот. У него будет рота тогда. Фотик, мне кажется, что странно. Дожди, вот тут вот. Вот такой. Такой. Все, радостный. Также он делает механизмы для рук, чтобы они могли двигаться. А где ноги? А, ноги там. Знаешь, как ноги есть? Смотри, какой механизм будет. Сейчас. Примерно как у тебя вот такой сейчас. Вот такой, типа вот так вот. И вот так. Двигаться прямо и подниматься вот так. А. Не понял? Как я делал на мамочке? Ну да, как у тебя, на мамочке. А, я понял. Вот, типа того. Ладно, делай. Я иду в следующую команду, дальше у нас идет Фотик. О, Фотик хоть и добился крутого результата, но решил не останавливаться. Он делает механизмы для ходьбы рук, ног. Ходьбы рук? Ну, руки сами ходить не будут, конечно, отдельно от тела. Ну, для ходьбы, короче, механизма. Ну и также делает сервоприводы всякие. Тут, наверное, для головы, я даже не знаю. Или для уха, я даже не знаю. Я этот, я сделал. Киберка сделаешь? Бедный крош. Херабрином сделали еще в киберка превращаться. Ладно, я пойду тогда в следующую команду Камогусу. Херабрин, блин, какой-то. Кстати, я заметил, что Фотик хотел сделать механизм для зрачков, мне кажется. Это тоже круто. Дальше у нас пират. А, элементарная ловушка для мышек. Я тоже так ловил, только не мышек, а птичек. Выпустите из коробки, блин. Вот такой вот получается пин. Он доделывает клюв. Я думал, тот клюв так и останется, но он решил его сделать более круглым. Какая штука начинает делать. И это все. Ну да, ну клюв сложно сделать. И последний, кому я пойду... А, все, люди кончились. Я офигел. Опять про пирата забыли. Так, пират, я там сразу вижу, у Капата чье лопату поставил и ноги сделал. Лопатой по голове, если что-то не нравится, иди копай огородку. Ну вот ты тоже делаешь анимацию рта. Вот такой он, то он грустный какой-то. И вот такую вот лопату у нас сделал ты, получается, пират. Можно там колесо поставить, чтобы вот так било по голове. Бум-бум. Также пират сделал такие вот ему ноги. Это весь прогресс, и мы вернемся через 10 минут. Коды прошли наши 10 минут, и я начинаю смотреть, что у нас получается у участников. Первый, кому я пойду, будет черный, то есть Бабфтер. Черный. Бабфтер у нас занимается механизмами, то есть их сейчас скрыл, там, ну... Как и в прошлые 10 минут, он делал механизмы, и сейчас он продолжает, собственно, их делать. Так что не будем его отвлекать, и пойдем дальше. Дальше у нас Фотик, который тоже в прошлый раз занимался механизмами, даже зрачки там, я помню, делал. Так, Фотик, привет. Привет. Фотик собрал своего хероблина Кроша. Надеюсь, что он будет нормальным, а не хероблином. Вот так вот на поршнях все задвигается, и потом может работать. Типа вот руки будут поворачиваться, ноги тоже, типа наклоняться. Это все, типа, для анимации ходьбы. Все будет нужно вот так, они двигаются, немножко сейчас видно. И он будет так ходить. Еще у него открывается, закрывается рот, и также у него будут зрачки двигаться. Знаешь, мне очень нравится твой Крошик. Сейчас мы идем дальше, у нас сейчас будет Амугус. Привет, Амугус. У которого здесь получается пин. А что, коробку не удалил? Коробку. Дай коробку, моя коробка. Вот такой вот получается пин немножко большой у него, мне кажется, клювик все-таки. Тебе не кажется? Ой, блин, на меня так смотрит. И все это время у нас Амугус занимался этим клювом. Сейчас я иду тогда к последнему, к пирату. Интересно, что он там делал. Опять у него там лопата эта стоит. А во второй руке... Ничего, эмоции делаем. Эмоции? Такие эмоции. О, поршни. И вот. У него будет грустный рот. У него будет улыбка. И, ну, все это сзади не очень красиво выглядит. Это спереди будет красиво. А, это значит, эмоция плачет. Вот тут. Потому что вот такие вот коробочки, они будут, ну, вот эти квадратики, они будут вставляться вот сюда. И будет как будто он плачет. Очень крутой у тебя, Копаточ. А это что такое? Давай-ка мы тебе тут что-нибудь против. Покажи, что за эмоции. Прошли 10 минут, и я начинаю смотреть с Бабфтера. Все, смотри, залази туда. А где его ноги? А, сейчас, секунду, нужно нажать. Смотри, как работает. Нажимаешь на рычаг внутри, нажми на него. Все, и теперь, короче, типа он вот так вот шагает. Искусственный интеллект, блин, эээ, улыбается, не улыбается, топает ногами, двигает руками, вообще, да? Все, они нормальные, что ли? Я же сделаю тебе сейчас. Ну, круто, ну, народ, посмотри. Это не только помидоры. Кого-то помидоры ест. А что это там буква А наверху? Это вот эта штука. А что это такие за звуки, зачем они? Они, зачем они говорят, видишь, что вот открываются, открываются. Давай-ка я звуки робоксов включу на максимум. Все равно плохо слышно, но это есть. Так, давай тогда мы сразу поедем к, это, твоему, этот, очень крутому другу, который тоже строит крошу. Привет, Фотик. Кто это? Зачем вам тебя забрали? Да его крош. Он шагает ногами. А вот и крош. Что, запустишь передо мной? Ухо тоже будет двигаться, что ли? Опа, на, вот и маленький крошек. Карапуз. На кнопочку, наверное, какую-нибудь. Ааа, помогите. О, он может анимацию рота менять. Давай-ка еще раз. Закрой рот. Закрой рот. Нет, не хочу, подожди. А как ее закрыть? Так, твоя постройка или воровал? Ты должен знать, как ее закрывать. О, он там закрепал. Вот такой маленький, миленький крошек. Может даже ухом двигать. Хорошо, он может и так делать. Потом вот так. А сейчас. Ладно. Перестань. У тебя, можно сказать, крош уже готов. Только стабилизацию давайте, чтобы он ходил. Он может вот так вот шевелить. Ногами шевелить. Дальше. Глазами шевелить. Ту-ту-ту-ту-ту. Он уже глазами шевелить. Бабки, а твой так сможет? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну давай, доделай это до своего обалденного кроша. Мне он очень нравится. Сейчас я иду к Амунгусу. Твой, конечно же, мне очень нравится. Потому что он такой смешной. Ура, ура, ура. Я крутой, еще раз. Я не хочу по жизни. Так, сейчас мы будем смотреть пина от Амунгуса. Он тоже начинает делать механизмы. А точнее, механизмы для крылышек. И я так понял, они будут вращаться. И он будет как холикоптер летать. А, реально, давай. Тебя пин съел, где ты? Да. Ой. Пин тебя съел. Это были все постройки за 10 минут. Рад, я специально вроде тебя забываю, что ли. Так, ты тоже делаешь механизмы, да? Во-первых, анимации того, как он будет плакать. Как он будет радоваться. Как он будет бить лопатой. И как он будет давать тебе по щам. Круто. Все, я сваливаю отсюда. Сваливаем. Сваливаем. Лопатой погабай, получишь. А мне пофиг. Не, ну а че? Послушай, че у тебя закопатать, блин? Че с тебе его лицом? Подожди. Стоп, смотри. Нажимаешь на лопату? Нажимаю. Стоп, нажимаешь? Нажимаю. Я нажал. Так, я кликаю. Веселая эмоция, когда ты на лопату на... Нигде это твое веселое... Тима, ты не можешь ему поможешь, как вскопать огород. Но когда ты нажимаешь на семена, не говоришь, что он плачет, откорбляет тебя, как только может. Хм, бедный. Ладно, ладно, ухожу, все. Сейчас мы будем смотреть Копаточа от пирата, которого лицо очень похоже на реалистичное. Также у него есть эмоции, он может плакать и может быть радостным. Нажимаем, короче, на семена. На семена, нажимаем. А где семена? Нажимаем. Вот семена. И он плачет, потому что вдруг вы испортили семена. А, понятно. А чё, как сделать его веселым? Чтобы он надо опять нажать на семена, новые типа ему. И он перестает, становится нейтральным. Потом помогаешь ему вскатывать огород, если нажимаем. Помогал вскопать огород, давай лопату берем и... И он радуется. И он ставит покупка. Потому что мы его помогаем вскопать огород. На тебе по голове, на тебе. Он может руку вот так, получается, бить. И ещё другой рукой махает. А ещё чё он может? А, кстати, вот эти семена. Кстати, вот они. Так, давайте заберём у него лопату. Не будем ему больше помогать. Давай, я семена возьму и их испорчу. И всё, он плачет. Прикольно. Эмоции очень прикольные. И сам декор. Ну, из декора тут то, что у него есть щеки. Вот такие вот у него уши. И также его сама шапка красивая. Также у него есть руки, ноги и такая круглая лопата. И вот тут он сделал, получается, вырезы пират для глаз. Это тоже очень красиво и реалистично смотрится. Нашми. Так, вот так. Ой. Чё-то я не то нажал вроде. А вот. Дышь, дышь. О, подойдите туда кто-нибудь. И вот так он может кого-то бить, если к нему подойти. Вот. Семена взял, испортил и всё. И он тебя бьёт по башке фараона. Так, тогда пишем в комментариях тоже оценку этому Копаточу. Смотри. Так, вот наш крош, который получился у Бабтера. На клавиши Z и X можно ему этот... Да, да, да. Менять рот. Это так сказать, он посмотрел, как это было у Фотика. И сделал примерно так же. Но получилось немножко страшно даже. Ты посмотри на это. Что это будет? Ладно, давай я всё-таки рот отпущу, а то это немножко стрёмно выглядит. На каше ЕКЮ он может двигать зрачки. Что это такое? Изрум даже в шоке от того, что увидел. Дальше ещё можно на РТ нажать. Вот так он может двигать зрачками. Немножко странно, конечно, но ладно. Так же, когда он двигается, у него так руки ещё двигаются. Они болтаются на шарлирах, типа так. Ю-ху, я крош, ура! Ещё у него вроде бы ножки там могут двигаться. Вот такой получается был крош у Бабтера. Даём ему оценку в комментариях. И пишем, какой он крутой. Не крутой. 50. А вот и крош от Фотика. Сейчас он подробно и очень скучно всё расскажет. Здесь сделано с ногами. Здесь ногами. Он умеет открывать рот. Он умеет сам поворачивать руку. Так, кидать зимку, короче. И встраиваю картонку. Не слушаю. Короче, вот он может дальше поворачивать. Да, офигеть, как интересно. Типичный крош. Ну ладно, я наверно пойду дальше. Привет, Амугус. Начинаем смотреть пина от Амугуса. Вот такой вот у него пин получился. Мне кажется, что слишком большой клюв у тебя получился. Ну ладно. У самого пина из декора есть вот такие вот круглые глаза. Вот такой вот огромный клюв. Ноги, тело и руки. Также, наверное, сложно было сделать вот эту вот шапочку. Пина, ушанку с очками. Вот эту, да, её, наверное, долго делал. Так, получается, что он может? Во-первых, я могу включить камеру. И вот так вот смотреть. Он может много чего, видно по клавишам. Первое, что он может, это крутить своими руками. Вот так. Всем привет, я пин, типа того. Также он может двигать, наверное, вторую руку. Тоже всем привет. Правда, какие-то полные обороты он делает. Ну ладно. Дальше, что он может, это... Угу. Плюс, минус. А, мне кажется, на это не надо было нажимать. И также у него может открываться, собственно, этот сам рот. Вот так вот у него может открываться этот рот, огромный его клюв. Вот так, ам-ам и кушать бабтера, например. Попробуем. Открыл рот пин, и сейчас ест лиса. Как-то странно, да? Ой. Что-то... Ты, это, как колобок, знаешь, залез на нос, и всё. И он тебя сейчас съест. Это, получается, были все его функции, да? Амогус. Да, амогус. Ай! Нет! Зачем ты это сделал? Горит. На этом всё. Спасибо за просмотр. А сейчас я вам рекомендую посмотреть Томашковую долину смешариков. Ну а с вами был Геймс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok